Коронавирус окончательно загнал в угол и туристическую сферу страны. Турагентства оказались в замкнутом круге, каждый переживает ситуацию по-своему, варясь в собственном соку. Уже не уповая ни на помощь государства ни на чу-либо. Как и чем живут местные турфирмы? Как выходят из создавшейся ситуации? Находят ли они новые пути решения проблемы, развивая, скажем, внутренний туризм или другие методы работы? Обо всем об этом в сегодняшнем выпуске. Добрый вечер! В студии сегодня директор туристической фирмы «Золотой караван», председатель ассоциации внутреннего и въездного туризма Жамбулской области Альбина Веймер. Альбина, в первую очередь хочу спросить, живы ли турфирмы области, как карантин в целом повлиял на турбизнес? А вообще я слышала, что якобы вы, несмотря на то, что сегодня в мире творится, продолжаете путешествовать. Я так полагаю, что все-таки куда-то ездить без боязни можно? Вы знаете, такой вопрос вы хороший задали. Что стало с турбизнесом? Мне кажется, это сейчас беспокоит очень многих. Почему? Потому что именно турбизнес попал под удар коронавируса в большей степени. Остановились, я уже тогда у нас была с вами встреча, говорила. Остановились поезды, не летали самолеты. И поэтому сами туристы боялись летать. Стало все неизвестно в этом мире. И теперь потихоньку турбизнес приходит действительно в свою колею. Почему? Потому что люди не могут все время сидеть запертыми дома. Люди не могут где-то что-то находиться в одном пространстве. Мир сейчас такой, что хочется путешествовать, хочется новых впечатлений. Хочется действительно, чтобы дети тоже и познали где-то что-то по миру. И чтобы вы сами отдохнули. Вы правы, что сейчас я только прилетела с Объединенных Арабских Эмиратов. Это был рабочий инфотур для директоров туристических компаний Казахстана. Мы открыли новое направление. Теперь из Чемкента в Рассельхаем лететь всего три часа. И поэтому люди, прилетая в ту страну, в полной безопасности. Объединенные Арабские Эмираты сделали все, чтобы по санитарным нормам они заняли международный сертификат по безопасности. Это во-первых. Во-вторых, туристическому бизнесу нужно тоже выживать. Нужно действительно жить. И поэтому для этого создаются информационные туры, чтобы увидели, как там, что изменилось, что ждет наших туристов. Вы знаете, что я много лет работаю на этом рынке. Я очень люблю своих туристов. И те, кто ездил, и те, кто еще не поехал. Те, кто хочет путешествовать. Те, кому, как я говорю, врач прописал море. Почему? Потому что депрессия наступает тогда, когда ты перестаешь верить в свои силы, когда у тебя здоровье начинает где-то пошатываться от тех недоразумений, которые ты слышишь везде. И поэтому эти поездки действительно нужны. Не бойтесь летать. Любите себя. Пускай ваши супружеские отношения, когда вы летите вместе, станут еще крепче. Пускай молодожены свою жизнь начинают, сидя на берегу моря и загадывают желания. Пускай, когда едут с детьми, верят, что путешествия все, семейные круги, что родители их любят. Я всегда говорю, ребята, вы сейчас едете со своими родителями. Когда они станут старенькими, вы будете покупать им эти путевки и путешествовать на моря. Дети улыбаются. Молодец. Молодец, Альбина. Ну, конечно, хочу спросить, какие новые перспективы развития внутреннего туризма. Вот лично вы видите в период экономического спада в целом. Я вот знаю, что вы же и раньше, и до пандемии ратовали за путешествия внутри страны, внутри родного края. И вот получается, слушайте, Альбина, пандемия распорядилась с нами таким образом, хотим мы этого, не хотим, а чтобы мы обратили внимание на то, что у нас под носом. А то все время наши взоры на заморские страны были устремлены. Вот давайте вот об этом направлении поговорим. Недавно вышла очень большая статья в немецкой газете «Я немка по национальности». Казашка в душе знают уже все, не только мои подруги. Никто в этом не собрались. Именно поэтому, как бы, встречала здесь консула Германии, она была поражена Джамбульской областью. Неразговорчивая женщина, немцы педантично, она влюбилась в нашу область, в объекты. Она прям искренне у нее катили слезы на Айша Абиби. И вышла вот такая вот статья «Немка с казахской душой». Или вторая статья, это прямо уже полностью по телевидению в Германии. «Время пришло путешествовать по своей стране». Я говорила, и не устаю говорить, что сейчас пришло это время. Его никак нельзя упустить. Люди, которые поехали сейчас по своей стране, которые увидели красоты именно нашего Казахстана, где-то какую-то часть передают это следующим. И знаете, что сказали мои коллеги россияне? Не было бы счастья, коронавирус помог. Потому что у них 151 процент взлета внутреннего туризма по России. Я искренне хочу и в это прям верю, что это будет и у нас. Как развел сейчас Туркестан. И мне так понравились на встрече, на поздравлении 8 марта слова нашего Акима области Пердебека Сапарбаева, что это его мечта соединить Тарас и Туркестан. Это и моя мечта. Шелковый путь должна жить. Люди должны попять путешествовать по шелковому пути с экскурсоводами на комфортабельных автобусах. Знать историю, видеть красоту края, знать, что так передвигались предки в древнем городе Тарас, древний Караван, Сарай, Тарткули, Возникая, всегда были самыми красивыми. Но давайте сделаем их притягательными для туристов, чтобы путешествовали не только приезжающие туристы и удивлялись нашей красоте. Местные, мои любимые Тарасчане. Посмотрите, сколько у нас объектов. Пять из них занесены в ЮНЕСКО. Побывайте со своими детьми на этом. Давайте все вместе сделаем внутренний туризм области. Это экономическая составляющая. Одна туристическая компания дает 33 смежным работу. Это парикмахерские, это столовые, это рестораны, это такси и все остальное. Поэтому здесь нужна небольшая помощь турбизнесу, но и нужно наше желание, чтобы узнать историю предков «Начните путешествовать». Ну и в связи с этим продолжение этой темы, вот тема внутреннего туризма, сейчас вот говорят, что она актуальна и среди детско-юношеского возраста, да? И здесь вот вы якобы, вот этот пилотный проект «Живые уроки». Я так думаю, что инициатор, как всегда, это вы, да? Что это за живые уроки? Нет, вы знаете, не только я. Я всегда по детско-юношескому туризму считаю его приоритетным. Считала, считаю и приложу все силы, чтобы это сделать. Потому что сегодня путешествующие дети – это завтра внутренний туризм Казахстана. Они вырастут, женятся, замуж выйдут, детей своих поведут только тогда, когда сами знают свою историю. Пилотный проект – это был поддержан сначала НПП «Атамикен», и в дальнейшем совместно с «Казахтуризмом» его сделали вот таким всего в трех городах – это Алматы, Нур-Султан и наша Джамбульская область. Действительно, об этом я много говорила, и если здесь есть частица моего труда, я этим горжусь. Почему? Потому что ученики шестых классов, у них в учебниках истории «Эпоха караханидов» Айша, Биби и Карахан, и они это трогали ручками. Дети выезжали и трогали руками, особенно сельские. Но сколько было радости. Питание в кафе, на автобусе, вот эти объекты. Они писали сочинения, отвечали на вопросы, как взрослые. И мы всегда, вот на этой экскурсии я им всегда говорила, ребята, если вы сегодня путешествуете, вы завтра тогда познаете свою страну и поедете дальше и дальше. И очень хотелось бы, чтобы этот проект поддержали, чтобы к нам со всего Казахстана приезжали шестиклассники. Эпоха караханидов, она самая главная в учебнике истории шестых классов. Пускай это дальше будет, чтобы вживую все учебники оживали для тех деток, которые еще не узнали. Мы должны сделать его, чтобы он был социальным проектом, чтобы детки любых направлений, любых социальных слоев посещали экскурсии. Так, как было на экспо. Ездили все. И это был детский туризм. И если сейчас мы это сделаем, и в Астану, и в Нур-Султан, и в Алма-Ату, и по территории Жампыльской области поедут дети, тогда будет внутренний туризм. Очень искренне хочу, чтобы он был. И поддержка здесь нужна, небольшая, вот именно наших местных органов, чтобы это включалось в бюджет, и чтобы дело образования знали, что возить детей на экскурсионные программы должны в турфирмы. Турбизнес с сопровождением ГАИ, со всеми экскурсионными программами, с питанием, чтобы дети знали, что экскурсия есть. Как вы знаете, мне мальчик сельской школы сказал, Альбина Абке, это экскурсия, какое красивое слово я узнал. Теперь я люблю свою страну больше. Да? Господи, как трогательно, однако. В прошлом году, вот когда впервые в связи с пандемией появился лозунг «Оставайтесь дома», и вот тогда помню я, как вы, человек продвинутый, быстренько так, уже мало еще кто до этого догадался, а вы быстренько так все смекнули, придумали и организовали в виде экскурсии. Вот на какие темы, какие маршруты, вот, и главное, знаете, вот как люди к этому отнеслись, вызвало ли это интерес с их стороны? Помните, это где-то апрель, май, июнь, вот этот период, да? Вы знаете, это время трудно забыть. Это было, на что я в жизни очень много действительно испытала, прошла, но такое, чтобы остановилось все, чтобы прекратилось движение, и чтобы не заниматься моей любимой работой. Я сколько провожу экскурсий, людей любого ранга, пусть это депутаты или простые сельские труженики, которые приезжают ко мне. И вот именно тогда, когда люди, сидя дома, не знали, что делать, я провела первую свою экскурсию, онлайн-экскурсию, и начала ее с тектурмасса, где стоит аулиата карахан и дает бата. Я обратилась ко всем, кто меня слышал тогда. Если наш священный карахан, аулиата, дает вам бата на выздоровление, на силу и мужество, мы все преодолеем. И поэтому отсюда всегда начинался шелковый путь. С тектурмасса он двигался дальше. Мы были основателями всех красивых, начинающихся путешествий. Эпоха караханидов, властный карахан повелел, чтобы были и красивые города, и мужественные люди. Оставайтесь такими. Мы, казахстанцы, тогда действительно очень много преодолеем. В сплоченности и в знании, и в своей вере. Показывая Шабиби, я говорила, «Милые женщины, сейчас вы дома, вы сейчас закрыты, не выходите. Берегите своих детей, своих мужей. Сохраните вот этот очаг. Все зависит от вас». И вот именно отсюда, от терракотовых плит Ай Шабиби, пусть вас веет и женская красота, милосердие и мужество. Какие у нас мужественные женщины. Поэтому экскурсия вот эта приносила действительно людям какое-то подбодрение, какое-то вот, знаете, не люди писали, вы нас своим голосом даже вот направляете на что-то лучшее. Я сейчас хочу это масштабировать и сделать онлайн-экскурсии для других городов, для России, для всех остальных. То есть, чтобы они в Ютубе были доступны. Если человек увидит что-то необычайное, он обязательно приедет. И, знаете, хочу экскурсии заканчивать словами. Я вам рассказала не все. Самое интересное вас ждет, когда вы приедете в наш древний город. И очень хочу, чтобы город стал туристически посещаемым. Вот знаете, вы как истинный патриот своей Родины, я вот на той неделе открыла толстушку «Время» и смотрю «Альбина и там» в газете. Вот мне очень понравилось и растрогало вот до глубины души, что вы вместе с другими нашими общественниками выступили в защиту сохранности исторической архитектуры и старой части города Тараза. Я так поняла, вы радуете, это какой квадрат улиц? Улица Октябрьская, старое название Пушкина, да? Вот где находится эта первая наша аптека. И вы знаете, я поразилась. Вы ведь и тут углядели туристические возможности, причем немалые. Вот об этом давайте. Вы знаете, город, который твой, который твой любимый, где ты развиваешь туризм, не только директором туристической компании являюсь, председателем Ассоциации внутреннего уездного туризма, чтобы делать какие-то определенные вот такие проекты по защите. Я еще и вхожу в общественное объединение «Обелиск». И вот мы с обелисковцами стараемся сохранить те объекты, которые должны передаться потомкам. Я очень люблю улицу Пушкина. Когда-то на ней стояло Джамбульское бюро путешествий и экскурсий. Это мое становление. И оттуда пошла первым экскурсоводом. Я тогда рассказывала, со слезами на глазах, стесняясь. Это действительно очень красивый квадрат. Вы знаете, четыре одинаковых здания стояло там, улица Пересечения Октябрьска и Пушкина. Одно из них, к сожалению, снесли, и там теперь ресторан. А ведь они четыре одинаковых должны были сохраниться. И вот этот Аулиатинский квартал, где жили самые богатые еврейские купцы. Они создавали из царского кирпича себе замечательные, очень красивые жилища. Теперь они приходят в негодность. И если они выйдут из-под охраны государств, их снесут. Снести легко. А потом все это восстановить куда гораздо сложнее. Давайте попробуем, как в Грузии, создавать все это полностью, не теряют, а поддерживают. Ведь в этих домах, которые сейчас частные, можно сделать сувенирные лавочки, продавать антиквариат. Можно сделать какие-то кофейни. И мы туда будем везти туристов по пешеходной зоне, рассказывая, что был такой замечательный Аулиатинский квартал, что это часть нашей истории. Если город пережил семь жизней, Тарас, Аулиатай, Анны и все остальные, то тогда нужно сохранить Аулиатинский квартал. Вообще считаю, сохранить это наше прерогативо, потерять очень легко. Но если это все возможно сохранить, потомки нам скажут спасибо. Ведь они пойдут потом и все это увидят. Я всегда говорю, ведь для чего-то нам остался Мавзолей, Шабибей и Карахан. Ведь через сквозь времена наши предки молили Всевышнего, чтобы они дошли до нас, до потомков. На экскурсии говорю, 11-12 век, мы живем в 21-м. Прикоснитесь к рукой, к этим древним терракотовым плиточкам, и вам, возможно, услышится терракотовая песня Тараса. И вы тогда многое можете понять и передать своим детям. Ой, как заслушалась-то я вас. Так, вы, значит, у нас тоже являетесь прародительницей. Я сейчас перечислю по пальцам. Этно-туризм, потом агротуризм. Вообще-то туризм, исторический туризм и так далее. Вот сейчас как там на этом фронте-то? Все заглохло? Нет, что вы, не заглохло. Наоборот, я благодарю наше руководство, прям искренне благодарю его. Меня сейчас многие видят. Потому что и Алмаз Ускумбаевич выезжал прям к нам в сад, посмотрел, какой он. И я задавала в прямом эфире вопрос нашему Акиму Бердебеку Сапарбаеву, что а как агротуризм? И он потом сказал, где-то я недопонял, но это надо делать, это нужно делать. А многие действительно недопонимают. Вы знаете, мы город туризма, область и агро. Мы аграрии. У нас всегда были плодородные почвы, у нас были такие урожаи. И вот здесь невероятно вкусные яблоки и все остальное должно сохраняться. Сколько людей к нам приезжает пофотографироваться, снять красивые фильмы, фотосессии на цветущие яблони. А вы знаете, что песню Анна Герман, она ведь жила в городе, в нашем Джамбуле. Один раз сады в душе цветут, это джамбульские сады. Мы создали сейчас экскурсию для поляков. Когда откроются границы, они приедут узнать историю Анечки. И здесь же побывают в нашем яблоневом саду. Вот здесь мы должны их встретить именно по агротуризму. Собирать урожай, пить чай с душистым медом. Вечером все это рассказывая, где-то можно и потанцевать, и отдохнуть. Но обязательно здесь должно присутствовать этнотуризм. Мы должны показать всю достопримечательность нашу. Ношение красивой одежды, ношение серебра. Рассказать обучие и традиции. Какое кольцо мама дочери дарит, когда она выходит замуж. И почему она возвращается, если дочь несчастлива. Мы должны все это показывать и рассказывать именно здесь. Это наша красивая земля. И этно, то, что у нас из поколения в поколение передается, должно передаваться и приезжающим туристам. И вы знаете, я, наверное, не открою вам Америку. А многие местные жители, не все знают обычаи и традиции. Не все бывают в яблоневых садах. Не все знают, как растет клубника. А дети говорят иногда, что на деревьях яблоки. Разве они не в магазинах, в красивых корзинах растут? Поэтому, ну это, конечно, единицы, но тем не менее это нужно знать. Агротуризм, он действительно сам по себе интересен. Засиделись дома. Люди должны видеть красоту земли. Вообще я не росла в ауле. Хотя у меня моя Ажешка когда-то всегда говорила, в тебе столько направлений, в тебе столько, как в тебе все это уживается. Тебя в аул оставь, ты и там начнешь красиво делать вот эту шерсть. Потому что я знаю обычаи и традиции, как делается войлок. Красивые легенды, как связаны выбирать себе подруг при изготовлении войлока. Это все нужно передать. Сейчас, в настоящее время, вот я пришла к тому, что нужно больше отдавать. Нужно давать это людям, они тогда поймут, что нужно отдыхать на своей земле. Возможно, мы тоже когда-то будем по внутреннему туризму занимать лидирующие позиции. А эко? Эко-туризм, это вообще, знаете, сейчас необходимо. За время пандемии мы в одном ущелье потеряли одну реку. То есть она перестала толком действительно течь, потому что люди выезжали, и бездомно даже небольшие тои или вот эти праздницы устраивали на это, после себя оставляя горы мусора. Нужно сейчас, вот именно выезжая на экскурсии, я всегда говорю, ребята, все за себя. У меня позавчера была экскурсия на Картас, я сказала, ребята, вы так хорошо все за собой убрали, вы супер такие подрастающие поколения, это земля ваша. Все, что принадлежит сейчас вот здесь, и все, что это, это достояние жителей, народа Казахстана. Передайте это своим потом детям, зеленую траву, то, что поют птицы, соловьи, и то, что вы все будете убирать. Хочу сделать, знаете, вот такие уроки, уроки воспитания эко-туризма. Хотя весь наш эфир сегодня, я считаю, был одним большим уроком для телезрителя, и все-таки в завершение хочу вас попросить, дайте совет, вот как в сегодняшних условиях суметь сориентироваться и умудриться сделать свою жизнь интересной, разнообразной, и при этом, конечно же, не заболеть коронавирусом. В настоящее время, наверное, трудно дать совет каждому, все люди абсолютно разные, но я хотела бы обратиться к жителям своей любимой области и своего города. Не поддавайтесь панике, соблюдайте масочный режим, если вы в таких местах, где очень много людей, но все-таки выезжайте, ездите, нашей туристической компанией есть разрешение на работу в туристическом бизнесе, и именно по санитарным нормам. Мы находимся сейчас в зеленой зоне, мы вывозим со всеми соблюдениями, поэтому, когда человек духовно богат, или что-то ему сказали на экскурсии, когда полностью, «Вы знаете, мы сейчас с вами на таком объекте, который приносит удачу, благополучие, и еще и передан нам нашими же предками». У людей какое-то чувство гордости, и он перестает обрядывать назад, подать вот в эти депрессии. Люди должны, знаете, верить в себя, в свое будущее, любить свою семью. Пандемия нам показала, насколько уязвимо все в этом мире, поэтому цените моменты. Те, кто выезжает сейчас за границу, выезжайте, если у вас есть достаточно средств, жизнь не повторяется. И, как сказал Марк Твен, «Когда мы состаримся, мы будем горько сожалеть о двух вещах, что мало любили и мало путешествовали». Путешествуйте и на моря, и по своей стране. Берегите свои семьи». Спасибо огромное. Хороший вы человек. Напомню, что в студии была Альбина Веймер, директор туристической фирмы «Золотой караван» и председатель Ассоциации внутреннего туризма нашей Шамбулской области. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова